Давайте я еще раз коротко повторю эту ситуацию, а потом выслушаю ваши вопросы, уважаемые коллеги. Мы распределим роли и постараемся ее обыграть в ходе рентационной сессии. Этот конфликт произошел действительно не так давно. На практике нашего центра к нам обратилась Ольга. Как вы видите, Ольга работает на курсах предприятия «Прометей» и курса предприятия подготовки МБА, мастер делового администрирования. Дела пошли хорошо, и Ольга подключила младшую сестру Катерину. Катерина открыла дополнительное направление, помогла принять на работу менеджеров. И предприятие «Прометей» стало подкатавливать не только специалистов по МБА, но также и специалистов по проведению электронных торгов, государственной закупки. Это оказалось очень системным направлением, востребованным. Выручка увеличилась, но тут возникло неожиданное. Ольга получила сильный перелом ноги и в результате три месяца оказалась неспособна ходить на работу. В принципе, в этой сложной ситуации, кроме того, отношения между сестрами несколько накалились. Позже мы поймем, почему. В этой ситуации, неопределенной, Катерина взяла на себя управление, и сестры совместно приняли решение освободить и уволить всех менеджеров в связи с падением выручки. В основном осталось направление, связанное с электронными торгами. Курсы делового администрирования шли постольку-поскольку. И в этой ситуации Катерина выплачивала примерно по 15 тысяч рублей в месяц. Для России это два прожиточных минимума, ширин поясняю. Это, с одной стороны, не так уж и мало, но и не так уж и много. Это немножко, что называется, для взрослого человека. И в течение трех месяцев, пока ее сестра Оля находилась в гипсе, она выплачивала вот это пособие. Но она называла его не пособием, а частью прибыли, поскольку доли 50 на 50. По прошествию больничного Катерина достаточно прямо заявила своей сестре, что не будет заниматься дальше благотворительностью. Если нет выручки, то и нет дивидендов, соответственно. Отношения между сестрами стали накаляться, и они обоюдно приняли решение о расставании. Когда конфликт был взят в наши руки, я заметил, что сестры совсем не могут общаться друг с другом. Не переносят друг друга. И еще маленькая деталь. Эти сестры в детстве очень хорошими были друзьями, подругами. У них остались родители, за которыми нужно ухаживать. И они регулярно встречаются у родителей. И так или иначе, даже если бизнес прекратится совместный, все равно забота о родителях будет объединять ту и другую сестру. Все понятно в этой ситуации? Примерно, да? Мы договорились предварительно, что роль медиатора выполнит Ширин в этой ситуации. Ширин, вы не раздумали? Да. Нет, я готова. Замечательно. Давайте выбирать роль сестер. Что желает. Инна Владимировна, можно вас попросить? Можно, да, конечно. Ну и вот Светлана, например. Тогда давайте подумаем, кто какую роль возьмет. Задавайте друг другу вопросы. Задавайте друг другу вопросы.